Сейчас наступил тот короткий и замечательный отрезок времени, когда отпала последняя необходимость политической мишуре, которой прикрывались различные персонажи нашего политического бомонда. В самом деле, кто-то долго и нудно рассказывал о том, что он борец с коррупцией, и это стало его жизненным кредо, кто-то ратовал за подъем промышленности, а кому-то разрывало мозг и другие части тела от различных энергетических инициатив. Но вот все это отложено в сторону, и персонажи пришли к общему знаменателю. Теперь они говорят одно и то же, и это совпадает с тем, что мы за пять лет войны слышим от Москвы. Причем не по какому-то одному вопросу, а просто по всем сразу. По сути, эти деятели ретранслируют московские ультиматумы, о которых мы уже успели забыть. Прямые закупки газа по специальной цене, передача трубы Газпрому, принятие террористов из оккупированного Донбасса на равных в органы власти, и, что интересно, даже в этой ситуации пациенты обходят вниманием Крым. Наверное, при всей своей откровенной демонстрации единства с Кремлем, они все же не решаются выдать нечто подобное, поскольку неизвестно, как ляжет карта, а пример Гади уж слишком жив. Тем не менее, все они уже открыто предлагают перейти к прямым засосам отдельных мест Путина, а некоторые уже осуществляют их, предварительно слетав в Москву. То есть сейчас в чистом виде можно наблюдать любителей балалайк, матрешек, кокошников и прочего. Оно и понятно. Долгое время они мелко пакостили, получая за это тайное вознаграждение, за которое они себе устроили сладкую жизнь, обзавелись дорогой недвижимостью, автотранспортом и вообще вжились в образ хозяев жизни. Но пришло время, когда работодатель потребовал отрабатывать все вложения на 100%. По этой причине вчерашний борец с коррупцией на топорще в бороду стал борцом за русский мир и его скрепы. Между тем, его лозунги в стиле «мир», «дружба-жвачка» с Московией уже сыграли для него плохую шутку. Ибо Московия стала, если не родоначальницей современного понятия взятки, то уж точно местом, где этот опыт был систематизирован, формализован и введен в практику как отдельное искусство. Именно с этой страной борец с коррупцией предлагает выкурить трубку мира и даже готов, чтобы ему эту трубку засунули вместо прямо противоположной его знаменитой бороде. В любом случае борец с коррупцией окончательно сломался. Все это зрелище напоминает пародию на апокалипсис, описанную известными богословами, в том числе и Иоанном. Согласно их описаниям, в это время откроются все могилы, и из них восстанут все мертвые. У нас же пришло время, когда открылись все консервы, и оттуда повылазили клеймленные, кремлем деятели с шипением. Там русский дух, там Русью пахнет. И в этом есть свой смысл, поскольку Московия представляет собой огромную выгребную яму человечества, и потому этим самым и пахнут расконсервированные пациенты. Они долго находились в собственном соку и, наконец-то, показали свое истинное лицо. На самом деле это замечательное зрелище. Еще год или два назад они бы грозились подать в суд за оскорбление их чести и достоинства, за обвинение в пособничестве агрессору, а теперь они сами этого не скрывают, и даже нарочито это демонстрирует своему работодателю. Последняя неделя перед выборами придаст краса к этому карнавалу в виде размашистых мазков фейка и откровенного бреда. Тональности этому замечательному процессу ожидаемо задали плюсы и понятно почему. Дело даже не в номинальном владельце канала, а в том, что он долгое время выгодно отличался от явно сепаратистских каналов, которые имеют свою специфическую публику и мало влияют на смежные слои общества. А плюсы долгое время воспринимались как более или менее здоровый канал, а потому влить содержимое выгребной ямы именно через них – правильное тактическое решение противника. Думаю, что они уже выиграли соревнования на «Кубок доктора Геббельса», и даже в сравнении с российскими телеканалами выглядят более приверженными принципам знаменитого деятеля рейхск-пропаганды. Даже пресловутые нацжены, окончательно принявшие форму штурмовых отрядов СА и Гитлер-Югента, полностью раскрыли свой потенциал и показали, что они понимают под «общественным порядком», которые, со слов пресловутого Геращенко, они должны были поддерживать и под «национальными интересами». Если откровенный акт измены, который продемонстрировали Бойко и Медведчук, не вызвал у них ощущение ущерба национальным интересам, и они вообще на это никак не отреагировали, то из этого их понятия сразу полезли щи, балалайки, матрешки, кремлевские звезды и даже лысина Ленина из Мавзолея. Отсюда понятно, и о каком порядке они толкуют. Нацисты тоже утверждали новый порядок, и вот именно это штурмовики взяли себе за основу. То есть вся эта публика, начиная с упомянутого выше борцуна с коррупцией и через всех этих Боек, Юль, Клаванов, Выколупов и до вождя партии Сволота, невероятно возбудились от запаха одеколона «Красная Москва». Более того, похоже, что с понедельника они станут всех убеждать, что шоколад фабрики имени Бабаева более патриотичный, чем шоколад от Рошен. И вообще говорить о том, что как-то правильно и скрепно звучит исконный принцип «один народ, один рейх, один фюрер». Но вот что во всем этом интересно. Все, кто сели на кремлевскую лопату, пытаются нам рассказать, что Московию надо понять и простить, и вообще, там очень много белого и пушистого народу, а небольшие ошибки есть у всех. Возможно, они даже приведут пример наших ошибок, которые мы допустили в отношении населения соседней страны-агрессора и упомянутых авторов – Мазепу, Петлюру, Бандеру, Пороха и т.д. Что они расскажут по поводу нашей армии, которая кромсает оккупанта, можно только догадываться. Они бы это все уже рассказали, но побаиваются того, что отправивший своей рукой в небесный кишлак десяток-другой потеряшек из РФ может поставить еще одну зарубку на свое оружие, и очки ему или ей уже просто не понадобятся в том самом небесном кишлаке. Только это их тормозит. Однако, даже оставив за скобками наше презрение к ним, населению страны-агрессоры и их халуям, пока с украинскими паспортами, стоит посмотреть на эту массовку чуть пристальнее, даже изъяв из их коллективного портрета Путина и остальных военных преступников. Это нужно для того, чтобы яснее понимать, с кем эта дрянь подталкивает брататься. Тут мы делаем небольшое отступление и поясняем, что коллективу ЛО приходится регулярно делать экспедиции во вражеское информационное пространство, чтобы понимать степень синхронизации действий их вшей и наших гнид. Причем наиболее интересное исследование происходит несколько в стороне от официальных средств пропаганды. Мы прекрасно понимаем, что они искусно манипулируют общественным сознанием собственного стада для того, чтобы получить определенную его реакцию. Вот ее-то мы и ловим. В общем, шизофрения там цветет пышным цветом и видео откровенно больной на голову тетки, которая показывает, как правильно протыкать иголками портрет пороха или как делать над ним волшебную петлю, собирает огромное количество лайков и соответствующих уровню помешательства постов. Кроме того, там имеются огромные группы, где россияне месяцами обсуждают необходимость применения по Украине ядерного оружия. Старперы военные оперируют названиями боеприпасов, их мощностями, особенностями поражающих факторов и дают советы на какой город, что надо сбрасывать, чтобы добиться нужного эффекта. Вот эти деловые опусы вызывают просто какое-то излияние физиологических жидкостей у подписчиков и идут на ура. Вот с ними нам предлагают брататься, мертвечуки, бойки, клаваны, серлещи, бабули и прочая дрянь. В связи с этим, как мы и отмечали выше, было решено изъять весь этот узел из поля обсуждения и обратить внимание на что-то, категорически не связанное с Украиной, а с какой-то другой страной или событием, даже близко не касающимся ни войны, ни пороха, ни вообще подобных тем. На удивление, долго искать не пришлось, и мы почти мгновенно нашли то, что искали. Но сначала описание самого события, которое нам мало известно и которое произошло буквально в эти дни. У берегов Норвегии терпел бедствие круизный лайнер Viking Sky, принадлежащий владельцу компании Viking Ocean Cruises, являющейся частью группы Viking Cruises, норвежскому миллиардеру Торстену Хагену. Это новое роскошное судно, введенное в эксплуатацию в 2017 году, и в принципе с ним не должно было случиться ничего плохого. Тем не менее судно потеряло ход ввиду остановки машин и в условиях сильного ветра и шторма его понесло на прибрежные скалы. На борту находилось около 1300 человек, в том числе 930 пассажиров. Утратив ход, судно стало опасно раскачиваться на волнах и незакрепленные предметы стали свободно перемещаться по палубам, в результате чего начались травмы пассажиров. В результате инцидента было зафиксировано 20 случаев травмирования пассажиров, но всего двое получили переломы конечностей, а остальные – ушибы и ссадины. Как только судно подало сигнал бедствия, сразу началась спасательная операция. К месту выдвинулась до десятка судов, в том числе буксир, а эвакуация была организована воздушным путем. В этой части операции приняли участие 4 вертолета. Поскольку местность, где все произошло, была удалена от крупных населенных пунктов, то на берегу разбили пункт приема эвакуированных пассажиров, и это осуществляли жители ближайших селений и 60 добровольцев Красного Креста. Всего по воздуху на береговой пункт приема было эвакуировано 479 человек, откуда они были переправлены дальше, в том числе и в госпитале. На борту остались 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Насколько можно понять, спасательные вертолеты доставили на борт ремонтную бригаду, которой по состоянию на 10 часов 24 марта удалось восстановить работу трех из четырех двигателей корабля, и он получил необходимый ход, после чего отправился своим ходом в порт Мольде, сопровождаемый двумя спасательными судами и одним буксиром. На самом деле ситуация была крайне опасная. Судно могло повторить судьбу фрегата ВМФ Норвегии, который в ноябре минувшего года тоже попал на прибрежные скалы и затонул. На круизном лайнере были гражданские пассажиры, и народу было в десятеро больше. Кроме того, фрегат потерпел аварию в спокойную погоду, а викинг – в шторм. Известно, что в самом начале были предприняты попытки начать эвакуацию спасательными шлюпками, но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку в условиях сильного ветра и шторма такой способ эвакуации представлял не меньшую грозу, чем нахождение на самом судне. В общем, все закончилось благополучно, никто не погиб. Судно Викинг Скай получило лишь небольшие повреждения, и наверняка специалисты найдут причины, по которым отказали все его двигатели. И по факту получился классический хэппи-энд. Дойдя до этого места, любой вменяемый человек сделает вывод о том, что, наверное, экипаж сработал на пятерочку, поскольку даже серьезных травм никто не получил. Кроме того, на судне осталось примерно половина пассажиров, которые отказались от эвакуации, когда опасность миновала, и Викинг восстановил ход. Это говорит о том, что пассажиры доверяют экипажу и чувствуют себя в безопасности, насколько это вообще может быть в открытом море. И, кстати, в сообщениях нет и намека на то, что был эвакуирован кто-то из экипажа. Более того, можно было отметить и четкость работы спасателей, которые развернули воздушную эвакуацию в довольно сложных метеорологических условиях. Ну и, конечно, можно было отметить действия местных жителей и добровольцев, которые обеспечили пункт приема эвакуированных пассажиров в безлюдном месте. Отдельного внимания заслуживает и краткое описание впечатлений самих пассажиров, которые были эвакуированы с Викинга. Это действительно отдельная тема, поскольку большая часть гостей или туристов, отправившихся в круиз, были пенсионерами. В их возрасте пережить эвакуацию вертолетов – тот еще стресс. Но все, что нам удалось прочесть – бодрые и благодарные отзывы в адрес тех, кто боролся за их жизнь и безопасность в таких условиях, которые большинству из нас даже трудно себе представить. Просто на минуточку нарисуйте себе картину, когда вас с тросом в подвесной системе лебедкой поднимают с палубы качающегося лайнера, и вас самих носит ветром, как листок, но вас вытаскивают, потом следующего и еще, и еще. Если представили, то можете понять, что пережили эти немолодые уже люди. Вот сейчас, прослушав это, нормальный человек выдаст что-то наподобие «Ух, пронесло! Все молодцы!» Но возвращаемся к реакции особо духовного населения страны, с которыми нам предлагают проходиться по деснам. Там быстро выяснили, что в круиз пошли в основном пенсионеры, но это полбеды. Стало известно, что пенсионеры-то не простые, а из Великобритании в основном и из США. И вот тут скрепы пошли наружу вместе с кирпичами. Проклятий там не было, но пожеланий утонуть им всем, или просто ерничанье, был вагон и маленькая тележка. Мол, допрыгались, докруизились, так вам и надо. Это при том, что на лайнере действительно были пенсионеры, и их пенсионеры могут себе такое позволить. Говорят, что большая часть круизных лайнеров как раз и загружена пенсионерами из Европы, США, Канады, Японии и других успешных стран. Автор сам отмечал обилие туристов пенсионного возраста в том же Париже. Если не смотреть именно на Нотр-Дам или Эйфелеву башню, а на тех, кто находится возле мировой достопримечательности, то заметишь повторяющуюся закономерность. Пенсионеров больше половины из присутствующих. И к этому надо бы стремиться. Но самая духовная страна, сидящая в выгребной яме, даже не хочет иметь такого уровня жизни. Она хочет, чтобы остальные сидели в яме по макушку. Вот туда нас и тянет вся эта дрянь, которая долго прикидывалась кем угодно, а сейчас слилась в едином порыве и тащит Украину в уже хорошо известную, отвратительную выгребную яму. Теперь они этого не скрывают. Так что думай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok